В Белгороде дрон врезался в многоэтажку. В ночь на вторник, 25 июня, в Белгороде и Белгородском районе прозвучали громкие взрывы. Сразу после прилета местный телеграм-канал «Жесть Белгород» написал, что над городом сбили беспилотник. В сети публикуют видео, на которых можно услышать громкие взрывы. Также на одном из роликов снято попадание в многоэтажный дом. Местные телеграм-каналы публикуют видео о одной из квартир. Во дворе дома повсюду осколки. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По его словам, выбиты окна в четырёх квартирах, четырёх многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады двух коммерческих объектов. Посещены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в трёх квартирах многоквартирного дома выбиты окна. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков. Минобороны РФ отчитали, что средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА на территории Белгородской области. Кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет склонить Киев к переговорам с Москвой и уже имеет план, об этом пишет Reuters. По данным агентства, два ключевых советника Трампа, Кит Келлок и Фред Фляйтс, представили ему план прекращения войны России в Украине в случае его победы на президентских выборах. Он предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры. В то же время Соединенные Штаты Америки предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины, отметил генерал-лейтенант в отставке один из советников Трампа по вопросам национальной безопасности Кит Келлок. Согласно плану, во время верных переговоров предполагается прекращение огня на основе преобладающих линий столкновения. Фляйтс заявляет, что бывший президент положительно отреагировал на такую стратегию, однако он не уверен, что Трамп согласится с ней. При этом пресекретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что официальным следует считать только заявления, сделанные самим бывшим президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании. В то же время британский политик и идеолог движения Brexit Найджел Фараж заявил, что война зашла в полный тупик и предложил западным лидерам провести переговоры с Путиным. Политик считает, что число погибших ужасает, цитирует его Times. Ранее Найджел Фараж в унисон с Роспропагандой заявлял, что Евросоюз и НАТО спровоцировали вторжение россиян в Украину путем расширения на восток. При этом политик признал, что в начале масштабного противостояния виноват российский диктатор Владимир Путин. Он также говорил, что Западу нужно провести переговоры с ним. Заявление Фаража раскритиковали в частности премьер Британии Риши Сунак и лидер лейбористов Кейр Стармер. Глава британского правительства считает, что слова политика только играют на руку Путину. Соединенные Штаты Америки ответили РФ на заявление об их причастности к недавним ударам по Крыму. Во время брифинга в Госдепи США пресс-секретарю Мэтью Миллеру задали вопрос о заявлениях России. Как заявил Миллер, они были необоснованными и неправильными, пишет Sky News. По словам представителя Госдепартамента США, заявления России являются смехотворными и преувеличенными. Для Москвы нет ничего необычного в нелепых, гиперболических заявлениях об ответственности, которые не основаны на фактах. Миллера ранее спрашивали об ударах в Крыму, на что он сказал, что США сожалеют о любых жертвах среди гражданского населения в продолжающейся войне. Говоря о поставках оружия Украине, Миллер добавил. Мы поставляем оружие Украине, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, в том числе в Крыму, который, конечно, является частью Украины. Напомним, как писали россияне, четыре человека погибли, и около 150 получили ранения в результате падения обломков ракет на пляже в Севастополе в оккупированном Крыму. Министерство обороны России заявило, что по Крыму якобы били ракетными атакам с поставленными США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что привлечения США, в результате которого гибнут мирные российские жители, не может быть без последствий, добавило издание. После ударов по Севастополю Z-блогерам захотелось быстрого возмездия в Крыму. Так, российские паблики намекнули, что якобы над акваторией Черного моря сбили американский разведывательный БПЛА. Однако спустя некоторое время пропагандистам пришлось включить заднюю. Представитель Министерства обороны США сообщил Рейтер, что над Черным морем не произошло ни единого инцидента с участием американского разведывательного дрона, несмотря на заявления, сделанные ранее несколькими российскими источниками. Стратегический разведчик Global Havx с позывным «Форты-10», работавший вчера у берегов Крыма, благополучно вернулся на базу Сиганелла в Италии. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Основанием для ордеров на арест стали удары, которые российская армия наносит в Украине по гражданским объектам. Преступления, о которых идет речь в обвинении, были совершены как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023. Сергей Шойгу был министром обороны РФ с 2012 года. Именно под его руководством Россия напала на Украину. В мае этого года диктатор Владимир Путин отстранил Шойгу от занимаемой должности. После этого он стал секретарем Совета безопасности РФ. Герасимову удалось сохранить свою должность начальника генштаба вооруженных сил РФ во время майских чисток в правительстве России. Тем временем Украина выиграла дело относительно Крыма в Европейском суде по правам человека. Суд имел достаточно доказательств, которые подтверждают многочисленные факты нарушения прав человека на оккупированном России полуострове. В частности, речь идет о праве на жизнь в справедливом суде, свободе выражения мнений и других статьях Европейской конвенции по правам человека. Снарядный голод у украинских войск на фронте теперь позади. Как рассказали рейтер бойцы одного из подразделений в Донецкой области, теперь они могут стрелять из самоходных гаубиц М109, как только возникает необходимость. Больше нет опасений, что западные 155-мм снаряды закончатся. В то же время российско-украинская война продолжается, и оккупанты накануне начали новое наступление на направлении Горлов-Катарецк, чтобы угрожать силам обороны в районе Клещеевки, говорит военный эксперт Александр Мусиенко. Цель такая же, которая оставилась и во время наступательных действий в Бахмуте, Авдеевке или на других направлениях. Попытки брать в окружение украинские подразделения, блокировать логистику и таким образом их вытеснять, выравнивая участок фронта. Я думаю, что сейчас это именно об этом. Это движение на Тарецк. Это попытка выровнять участок фронта, вытеснить нашу группировку в районе Клещеевки и обеспечить определенное продвижение вперед. Мусиенко также добавил, что тактика врага не является новой и вряд ли такие планы стали неожиданными для украинского командования. В свою очередь, военный аналитик Сергей Сгурец заявил, что российская армия пытается реализовать тактику медленного наступления по всей линии фронта. Аналитик напомнил, что оккупанты начали наступательные действия с октября 2023 года. Это очередная фаза наступления. Сейчас россияне ежедневно пытаются использовать преимущество в живой силе для продвижения на фронте. Соответственно, протяженность фронта выросла и превышает 930 километров. Создается впечатление, что оккупанты хотят максимально использовать окно возможностей, которое было вызвано задержкой поставок Украине, американской военной помощи. По словам военного аналитика, россияне с помощью артиллерии и живой силы пытаются протиснуть украинскую оборону. Нестабильным стал рубль после введения санкций против Мосбиржи. Его курс то поднимается, то падает. Нестабильность российской валюты проявляется в большой разнице между ценой на покуп, и продажу валюты для граждан. Биржевые торги долларами евро, на основе которых Центробанк устанавливал официальный курс, больше не проводятся. Как сообщают аналитики инвестиционной компании БКС, валютный рынок демонстрирует признаки разбалансировки и нестабильности и отмечают, что рубль укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню и падает к валютам, так сказать, дружественных развивающихся стран, например, в турецкой лире или к иргызскому сому. Так, по мнению аналитиков БКС, рынок адаптируется к новой реальности. Ранее Росми сообщали, ссылаясь на Центробанк РФ, что китайский юань станет основной иностранной валютой в России. Мол, курс юань-рубль будет задавать траекторию для всех валют. Но аналитики БКС отмечают, что по поводу юаня есть опасения. И они связаны с тем, что Китай может ввести ограничения из-за угрозы вторичных санкций. На курсы валют также влияют и другие факторы, как состояние внешней торговли и приток валюты в страну. Напомним, 12 июня США объявили о расширении санкционного списка против РФ, добавив в него более 30 физических и более 200 юридических лиц, среди которых Московская биржа. Продолжение следует... Продолжение следует...